Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями. Последнего рабочего дня недели вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. На страже энергосистем. Научно-производственное предприятие «Экро» запустило вторую очередь многофункционального комплекса. Спортсмены, активисты, просто красавцы. В Чувашии вручили премии талантливой молодежи. Под занавес сезона в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел фестиваль «Ипереты». В Чувашии открылась новая промышленная площадка. Научно-производственное предприятие «Экро» запустило вторую очередь многофункционального комплекса. Сегодня там побывала и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Здесь производят оборудование, аналогов которому в стране нет. Предприятие специализируется на выпуске устройств релейной защиты и автоматики. На расширение комплекса потребовалось всего два года. В этом корпусе будут выпускать изделия преобразовательной техники для пуска и регулирования скорости электродвигателей и низковольтные комплектные устройства. Эта продукция во многом уникальная. Мы единственный производитель в России, который эту продукцию выпускает на основе собственных решений. Со стороны администрации и властей региональных мы чувствовали поддержку по реализации этого проекта. «Экро» успешно работает по программе импортозамещения. Оборудование используется в ряде крупных корпораций России. «Росатом», «Росгидро», «Газпром», а также обеспечивает защиту объектов энергомоста в Крым. Продукция предприятия поставляется и в 12 стран мира. По основным всем нашим разработкам, если брать характеристики иностранных производителей и наших производителей, то есть и нас, то по характеристикам мы как минимум не уступаем, а по многим характеристикам мы даже лучше. В многофункциональном комплексе планируется производить около 250 шкафов НКУ и 50 систем частотного регулирования электроприводов в месяц. Новый корпус позволит создать более 500 высокооплачиваемых рабочих мест. Условия достаточно комфортные. Любое оборудование нам закупают, которое нужно. В принципе, трудности не возникает. Достаточно перспективные тут условия. Как раз у нас идут новые разработки, источников питания, стабилизаторов. Которые будут развиваться. Глава Чуваши Михаил Игнатьев подчеркнул, в республике созданы благоприятные условия для развития бизнеса. Привлечение инвестиций в регион – одна из приоритетных задач руководства республики. Мы, электротехнический кластер, будем поднимать практически на другой уровень. Ибо есть потребители в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. Это наша экономика. Новые рабочие места позволяют нам пополнять доходную часть бюджета. Пополняем доходную часть бюджета. По расходной части будем направлять на благо жителей Чувашской республики. Общий объем инвестиций в проект – 1 миллиард рублей. В 2017 году будет сдана третья завершающая очередь научно-производственного комплекса. Но предприятия уверены, это позволит полностью заменить импортные аналоги и повысить уровень безопасности российских энергосистем. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Бюджет республики регулярно пополняется за счет приватизации имущества, передачи в аренду объектов недвижимости, земельных участков и их продажи. Некоторые здания сегодня необходимо ремонтировать, а другие не используются вообще. Наша съемочная группа выехала в Марпасадский район, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся объекты, которые могут быть переданы в управление другим собственникам. Марпасадский район, деревня Алмандаева. Здесь не так давно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Светлана Чумарова рассказывает, что успела поработать в разных зданиях. Этот фаб просто радует. Очень я рада. Раньше сидела в холоде, стражала, воды не было, топили сами все. А сейчас очень хорошо. И тепло придешь, и все нормально. Я очень рада за это. Радует он и жителей ближайших деревень. А Галина Гаврилова иногда плохо себя чувствует. Приходит сюда измерить давление. Построили у нас фаб. Мы очень рады, что в нашей деревне этот фаб поставлен. Молодежь сразу в деревню подтянулась. Стали строиться новые дома. Очень много детей лет там бывает. Вот это очень, конечно, радует, что в любой момент можно обратиться. За шесть лет Чувашии введены в эксплуатацию более 105 новых современных фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году будут построены еще 24. С 2010 года в республике введены в эксплуатацию 9 школ и 47 детских садов. Восвобождается часть зданий, которые сегодня не соответствуют тем требованиям нашего нового времени для того, чтобы качественную услугу нашему населению оказывать. В связи с этим мы планомерно подходим к тому, чтобы определиться, что же сегодня делать. Один из таких – старый медицинский пункт в деревне Ирхсирмыронге. Здание уже год пустует и не используется. Ветшает и приходит в негодность. В современных условиях предъявляются очень большие требования к размещению объектов здравоохранения. То, что вы сегодня увидели, здание, в котором размещался фельдшерско-акушерский пункт, действительно он моральный и физический, исчерпал весь свой ресурс. И строительство нового модульного фельдшерского-акушерского пункта в населенном пункте для нас стало большим подспорьем для развития в дальнейшем сельского здравоохранения. 29 июня правительство Чувашии утвердило дорожную карту по определению и достижению цели эффективному управлению имуществом. Сегодня это нужно проанализировать для того, чтобы выстроить эту работу без споров в плановом режиме, определиться с учетом потребностей районов муниципальных, с учетом представителей отраслей, нужны ли они для соответствующих отраслей. И насколько это вообще востребовано содержать старые здания. Например, коммунальные услуги мы знаем в содержании старого здания всегда гораздо выше, нежели это содержать новые здания. Окончательное решение о передаче имущества из государственной или муниципальной собственности будет принято после обследования объектов и изучения их состояния. А затем, возможно, включено в план приватизации на 2017 год. Родион Архипов, Татьяна Молкова, Олег Якимов, Республика. 28 июля арбитражный суд Чувашии рассмотрит дело о банкротстве открытого акционерного общества «Чувашский бройлер». Министр сельского хозяйства Чувашия Сергей Артамонов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на предприятии. У Чувашского бройлера сотни миллионов рублей долгов. Только энергосботовой компании предприятие задолжало более 5 миллионов рублей. Общая задолженность перед поставщиками кормов – более 90 миллионов. В списке кредиторов также «Газпромель, регионгаз, Чебоксары» и «Энергоойл». К сожалению, на предприятии, на акционерном открытом обществе «Чувашский бройлер» сегодня сложилась ситуация не очень приятная. Не очень приятная для республики, не очень приятная для тех людей, которые там работают и, конечно, для страны. И сегодня, к сожалению, предприятие руководит, вот на наш взгляд, не совсем те люди, которые понимают немножко в птицеводстве. К сожалению, контрольный пакет сегодня принадлежит тем людям, которые не заинтересованы развивать сельскохозяйство в Чувашской республике, в том числе и птицеводство. Открыто они об этом признают. Их задача сегодня вывести активы с Чувашского бройлера. Для этого есть попытки создания торгового дома. Сейчас на предприятии числятся 546 человек. Руководство предприятия заявило, что намерено сократить половину работающих. При этом уже начали задерживать зарплату. В июне были выплаты за апрель. Сокращается и поголовье птицы, не хватает кормов и не создаются условия для выращивания кур. В сутки необходимо 50-60 тонн. Сейчас правительство республики принимает меры, чтобы провести процедуру финансового оздоровления предприятия. Для этого необходимо сократить кредиторскую и дебиторскую задолженности, создать запас кормов и не допустить банкротства. В предприятии без привлечения инвестиций, я еще раз хочу отметить, что желания обладателя контрольного пакета сегодня большого нет. Вовлекать инвестиции в это предприятие. Предприятие, скажем так, поднять будет очень сложно. Поэтому в ближайшее время, мы считаем, без финансового оздоровления предприятие это не выживет. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Чувашии за 5 месяцев этого года исследовали более 500 проб молочной продукции. В результате изъято из оборота более 217 килограммов некачественной продукции. По микробиологическим показателям безопасности не соответствовали гигиеническим и физико-химическим нормативам почти 10% проб. По показателям фальсификации не соответствовали требованиям 26 проб, в том числе один продукт Чувашских производителей. Виновные допустившие производство и оборот фальсифицированной продукции будут оштрафованы на сумму 445 тысяч рублей. Специалистами Роспотребнадзора было выявлено 69 предприятий, отсутствующих по заявленным на упаковках адресам. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает управление Роспотребнадзору по Чувашии. Сегодня глава Чувашии вручил премии «Талантливые молодежи». Конкурсное выявление креативных проектов республики проводят на протяжении 20 лет. Кому улыбнулась удача, в этом году знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Их проекты прошли серьезный отбор и заслужили высоких оценок. Изначально на соискание премии было выдвинуто 30 работ, но в итоге лучшими признали 8. Среди лауреатов – инженеры, врачи, спортсмены и журналисты. Вы личности, штучные личности, своими командами, своими учителями, то, что делаете, конечно, это заслуживает похвалы. Это стоит дорогого. Поэтому мы и в дальнейшем со стороны органов власти будем делать все для того, чтобы вы, во-первых, ощущали внимание со стороны государства, во-вторых, были уверены в завтрашнем дне, и от этих принципов доверия и уважения, конечно, вы будете смелее действовать. Студенты юридического факультета Чувашского госуниверситета придумали, как прививать школьникам основы Конституции. Это возможно сделать и с помощью квест-игры. Новая методика себя хорошо зарекомендовала. Мы его уже реализовали в Чувашской республике с охватом более 2,5 тысяч человек. В этом году его реализовали в регионах Приволжского федерального округа и вообще России. Уже, считай, охват нашего проекта более 32 субъектов Российской Федерации. И в этом году мы вошли в программу общественной палаты «Перспектива». И теперь, буквально на следующей неделе, я поеду в Москву в Центральную избирательную комиссию для представления этого проекта, чтобы его ввести на федеральный уровень. Студенты медицинского факультета вместе с врачом Президентского перинатального центра разработали новую методику лечения недоношенных детей. В коллективной работе присудили сразу две молодежные премии. Мы разработали методику лечения, когда на 5-й, 3-й, 5-й, самый оптимальный период, 3-й, 5-й сутки жизни, когда мы еще экзогенно вводим и профилактируем дальнейшее, лучше развивается легочная система по клинике, по диагностике, которую мы проводим в дальнейшем. Впервые мы внедрили введение суфактанта недоношенным врожденным, которые рождались на ранних сроках и помогали им дышать. Вручив награды, глава республики провел первое заседание молодежного дискуссионного клуба. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка талантливой молодежи будет усилена. Есть альтернативный вариант. У нас молодежная правительство, о чем тут было сказано. Молодежный парламент Чувашской республики. То есть сегодня люди готовятся заменить любого министра. Новым проектом в республике дают зеленый свет. Воплощать идеи в реальность молодым будут помогать профессионалы. В Чебоксарах планируют открыть постоянно действующую проектную школу. Медрик Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В числе награжденных Дарья Рябцева и Алексей Репин. Наш корреспондент Юлия Важенина встретилась с лауреатами. Дарья Рябцева получила молодежную премию в сфере литературы, культуры и искусства. Девушка была организатором международного проекта «Читаем Нарспи». Великую чувашскую поэму Константина Иванова читали не просто всей России, а можно сказать всем миром. Новая Зеландия, Мексика, Австралия. Записанные отрывки из самых разных уголков мира присылали в Чувашию. Огромное количество работ, а в итоге 150 человек в ролике «Читаем Нарспи» объединили 45 городов и 29 стран. И когда, свернув с дороги, пояс свадебный исчез, долго-долго, как в тревоге, громыхал дремучий лес. Организатор проекта Дарья Рябцева обожает литературу. И в Национальной библиотеке Чувашии работает вот уже 11 лет. Молодежную премию получает впервые. Позитивных эмоций, конечно, было море. Это было довольно-таки неожиданно, потому что весь 2015 год мы над поэмой, над этим проектом работали просто днями и ночами. И делали это не для того, чтобы потом что-то получить или даже не надеялись на это. И высокие оценки, которые получил проект, конечно же, нам очень импонирует, то есть мы счастливы. Если проект Дарьи очень важен для развития чувашской литературы, то работа Алексея Репина о достижении в области науки. Инженер-конструктор получил награду за разработку, сборку и сопровождение трансмиссии «Пауэршифт» и переднего ведущего моста для трактора «Агромаш-180ТК». Радостно, очень даже неожиданно, честно говоря, как-то даже не думал, что получу. Но когда получил, сказали мне и сообщили, честно, был очень рад. Собираемся дальше продолжать работать в этом же направлении, развиваться в плане конструктора. То есть дальше проектировать более сложные узлы. Например, сейчас хотим развивать линейку трансмиссий под сфильт-хозструктора. Это дополнительно на мощности 140 и 230 лошадиных сил. Но также проведение, кроме помимо этого, остальную работу. То есть это совершенно не старая трансмиссия, их модификация. То есть проведение опытных работ, постановка на серию трансмиссий, чтобы радовали потребителей. Вот уже три года Алексей работает инженером-конструктором международной инжиниринговой компании по разработке новой техники. Любит свою работу за то, что даже за чертежным столом есть место творчеству. В работе инженера важны знания и фантазия, считает Алексей. Все это поможет достичь новых вершин. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Сессия закрыта, но студенческая жизнь кипит и в каникулы. Сегодня в Чувашском госуниверситете открылся межрегиональный семинар для руководителей студенческих центров развития. Студенческая жизнь никогда не была только учебой по специальности. КВН – самодеятельность, строительные отряды, так называемая «картошка». В 90-е годы молодых людей лишили многих подобных радостей студенчества. Сейчас лучшие традиции возобновляются, появляются новые. Ну хорошо, мы отказались на каком-то этапе от студенческого строительного движения. Сегодня вы видите, что оно возрождается немножко в другой форме, но немножко в других условиях, поскольку экономика рыночного типа. Но тем не менее мы опять пришли к каким-то формам организации молодежи. Вот Российский союз молодежи, пожалуйста, тот же трансформированный комсомол. Три года назад появилась ассоциация тренеров студенческой молодежи Российского союза молодежи. Они работают с активистами учебных заведений, лидерами студенческих советов и клубов, членами педотрядов, готовят волонтеров. С 1 по 3 июля руководители ассоциации и другие специалисты проводят в Чебоксарах специальный семинар. Эксперты, которые к нам приедут, они очень серьезно специализируются на тренинге в среде студенческого самоуправления. То есть они готовят актив, как по сути говоря. И, конечно, мы хотим, чтобы у нас в республике тоже такое появилось. И как раз после этого семинара, я думаю, мы откроем свой студенческий тренинговый центр на базе Чувашского госуниверситета. В Чебоксары приехали представители 11 республик. Я прибыл сюда как руководитель делегации строительного филиала БГУ. И мы привезли молодых ребят, которые учатся на первом курсе, которые хотели бы и могли бы стать теми тренерами, которые могли бы в нашем университете именно проводить различные тренинги, мероприятия, мастер-классы, направленные на то, чтобы развивать студенческие компетенции у наших студентов. Впрочем, организаторы обещали не забывать, что все-таки сейчас каникулы и многие студенты в Чувашии первый раз. Так что кроме лекций участников ждет экскурсия по Чебоксарам. Когда за окном сеет солнце, лето в самом разгаре, самое время заняться чем-нибудь легким, ненавязчивым и заряжающим хорошим настроением. По традиции, закрытие сезона Чувашский государственный театр оперы и балета отмечает фестиваль «Оперетта». Два дня поклонники музыки наслаждались произведениями великих мастеров. Закрытие 56-го театрального сезона прошло по-настоящему празднично. Я вообще не пропускаю весь сезон и весь репертуар, смотрю. Мы ходим послушать музыку, где можно послушать оркестр, живое пение, мы с удовольствием это делаем. Естественно, есть у нас и любимые исполнители. Я замечательно отношусь к оперете и по возможности стараюсь выбраться, когда есть время. Мне очень нравится театр оперы и балета, я безумно его люблю и обожаю. Произведения Иоганна Штрауса, Франца Легара и, конечно же, Эмри Кальмана звучали в исполнении ведущих солистов театра, симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Чувашии Ольги Нестеровой и долгожданных гостей праздника. На этот раз в фестивале опереты на Волге принимали участие заслуженная артистка России Ольга Лазовая и лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов. Завтра в закатный час, когда люди захищут нас, и пары лучше нет, чем наш буэт. Стартовал фестиваль всеми любимой опереты «Сильва». Музыку великого Эмри Кальмана специалисты называют шедевром. Каждая его партитура ласкает слух сочетанием лучших достижений европейской композиторской школы, национального венгерского колорита и упоительными цыганскими песнями и романсами. Эта оперета считается поистине блестящей. «Сильва», «Сильва», безусловно «Сильва». Я смотрю ее, наверное, уже раз пять в своей жизни, и мне она никогда не надоедает. Вот я прихожу для того, чтобы послушать прежде всего музыку, ну а потом игру артистов тоже. Изюминка этого фестиваля – балетные номера. Впервые на фестивале опереты зрители наслаждаются не только вокальными партиями, но и танцевальными постановками. «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Морица», «Веселая вдова», «Граф Люксенбург», «Сильва». Фрагменты из популярных оперет прозвучали на галоконцерте фестиваля в Театре оперы и балета. Теперь жители Чувашии смогут насладиться творчеством любимых артистов лишь в сентябре. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин